В законодательном собрании народные избранники приняли закон, утверждающий статус стратегически значимого инвестиционного проекта жилищного строительства. Документ подразумевает обеспечение жильем по цене ниже рыночной сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Это позволит привлечь и закрепить новые кадры в отрасли. Кроме того, проект будет направлен в том числе на участников СВО. Они также смогут купить квартиру по заниженной цене. Застройщикам, осуществляющим данный инвестиционный проект, будет предоставляться без торгов право аренды земельного участка. В свою очередь они будут обязаны построить дома, в которых не менее 70% квартир будут переданы предприятиям оборонно-промышленного комплекса и реализованы по цене ниже рыночной. Со своей стороны работник также берет на себя обязательства проработать на предприятии определенное количество лет. Также депутаты внесли изменения в региональный закон, направленный на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Стоимость жилищного сертификата должна будет соответствовать нормативам, установленным Федеральным министерством строительства на один квадратный метр. На заседании парламентарии путем тайного голосования избрали нового председателя счетной палаты Ульяновской области. Им стала Елена Блинкова. Постановление ЗСО вступит в силу с 15 апреля. В настоящее время Блинкова дорабатывает на прежнем месте работы. Она является заместителем руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области. Счетная палата Ульяновской области является одной из лучших счетных палатов вообще в Российской Федерации. Поэтому основная моя задача – это сохранение кадрового состава, который сейчас в настоящий момент есть в счетной палате. Поскольку человеческий капитал – это основа профессионализма в счетных палатах. Будущий руководитель избран на пять лет. Новоиспеченный председатель планирует внедрение аудита, эффективности использования государственных средств и усиления цифровизации. Еще одной темой заседания стало увеличение оплаты труда работников школы детских садов. Это касается управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. Их зарплата вырастет на 8% с 1 марта.